Коммунальное закаливание. Отопительный сезон в Украине начался с большими проблемами. По всей стране мерзнут сотни тысяч украинцев. А в Киеве даже предупреждают о возможном отключении света. Электросети не выдерживают нагрузок, ведь при холодных батареях жильцам приходится включать обогреватели. Тему продолжит Евгения Коваленко. Дома! На Майдане был биле Верховной Рады. В палаце было там теплеше, ніж в этой квартире. На учебе. Курточки, свадерки, тут иначе ніяк. И даже на работе. Ну совсем же холодно. Люди мерзнут по всей Украине. Без отопления и отдельные дома, и даже целые города. Главные причины коммунальной мерзлоты – долги и старые трубы. Только в Киеве без тепла около 200 высоток. Сегодня утром жители одного из столичных районов даже дорогу перекрыли. Игорь греется, как только может. Немного помогают одежда, одеяло и чай. Говорит, в его квартире такой холод, что даже ночевать старается у друзей. А если приходится оставаться дома, обустраивает ночлег на кухне. Я стелил вот это, потом стелил вот это, потом включал на 250, ковдрой вкрывался. И вот тут я спал біля цього. Он уже и письма чиновникам писал, и на митинги ходил. Но в Киевэнерго пообещали до конца недели обогреть всех. Игорь проверяет, и вправду отопление включили. Но батареи еле теплые. И такая ситуация, говорит, каждый год. Вот только доказать что-либо невозможно. Если бы был точный облик тепла, и его бы на компьютере было видно, что не додали. Тогда есть факт, с которым не нужно ни акты складывать, ни досуду идти. Тогда включаются штрафные санкции. Это Киевский политех, самый большой вуз Украины. Но на пары сейчас ходят самые стойкие. Точнее, морозостойкие. В аудиториях не снимают верхнюю одежду ни студенты, ни преподаватели. В этих аудиториях так холодно, что тут просто даже невозможно заснуть. В таких условиях тяжело учиться. Даже моторика пальцев рук порушивается, потому что холодно. Есть проблемные аудитории, где мы установим специальные обогреватели. Но денег у наших университета не хватит, чтобы обеспечить даже на аварийную ситуацию. Все аудитории с этими теплообогревачами. Обогревать вузы, музеи, театры и библиотеки начали только на этой неделе. Все из-за неурегулированной цены на газ для бюджетных учреждений. Национальная комиссия установила тарифы цены на газ 4900 гривен. Что нафтогаз будет продавать по 4900 гривен. А нафтогаз продает по 7900. Теплоснабжение вот этой группы потребителей убыточна за ведомо. Из-за отсутствия координации между ведомствами, заложниками стали обыкновенные люди. Цена газа неадекватна. Тариф, розрахованный на цене газа, тоже неадекватный. Значит, зростає заборгованість. Державний бюджет має компенсувати пільги, субсидии, підприємства? Має, а він не компенсує. Заборгованість держбюджету – там більше 20 млрд. Заборгованість людей – 28 млрд. Ось в сумі 50 млрд, які українська комунальна галузь не дотримала. Але фінансові дыри – не єдинственна причина комунальних бед. Масштабні повреження на сношенних теплосетях. Сейчас це одна із головних проблем комунальщиків. Тільки за останніх нескільки недель вони ліквідували почти 1000 таких аварій. І з кожним годом їх все більше. Іменно із-за цього во многих домах до сих пор нет тепла. В цьому дворі одні ямы. Рядом детська поликлиника. Уже несколько раз здесь пытались подключить отопление. Але старі труби не видерживають. Відь їх треба не ремонтувати, а міняти. А щоб повністю замінити зношенні коммунікації, к примеру, в столиці нужні колосальні средства – 600 млн. долларов. А пока врачам без тепла работать дуже складно. Це кабінет массажа і лічебні гімнастики. Щоб 5-месячний Андрей не замерз, медсестра принесла на роботу обогреватель. Нужно розслабити дитина, як він втонується. А холодно, він ніяк не розслабиться. Віць не буде никакого. Також врачи утепляють поміщення підручными средствами. Вікна ми закріли поролоном. Тому що з вікон до і рамы дуже старі. Чотири секції. І щоб сказати, що вони дуже грілися минулого року, то теж вони ледь тепленькі. А вот в Черкасській області мерзнет почти цей міст. 80-ти тисячнає смело. Без тепла – больниці, школи і дому. Своїх двойняшек Тарас в детсад отправляє, як на Северний полюс. Температура в групах не вийше 11 градусів. Футболка, ковта, гольф, потім теплая ковта така, і плюс ще в'язана жилетка. В каждій групі по два-три обогревателя. Але і вони не спасають. Якщо так буде і далі, ходити в сад станет некому. Із-за постоянного холода заболіли більше половини дітей. На сьогоднішній день у нас шестеро діток має бути садочку. Отопительний сезон в Смелі срывається вже 2-й год подряд. Причина – ведомственный треугольник. Свої отношения не можуть решити город, частна компанія і «Нафтогаз України». Більшу частину міста обслуживає предприятие «Смелоэнергоінвест». Необходимо запустить 21 котельну, але пока работають тільки 4. Закупають топлива в «Нафтогазі». Город с частниками рассчитывається исправно, але у компанії «Смелоэнергоінвест» долг перед НАК – 91 мільйон гривень. А нет денег – нет газа. Власти попытались разорвати частниками договор і запустить все котельные. Але не вийшло. Почему же не вдалося? Чиновники разводят руками. Переговори с «Нафтогазом» продолжаються. НАК хотів гарантию міста, але депутати не надали ці гарантии, тому що вони не хочуть брати на місто ці борги «Нафтогази». Але поки ми в судовому не розірвемо угоду, то сьогодні надавачам послугом є «Нафтогази». Коли в «Смеле» наступить потепление, пока ніхто сказати не може. А тим временем, по факту срыва отопительного сезона, полиція уже открыла уголовне производство. Такой же провал і в Шепетовке, і в Катюбинському. А всього в Україні закаляються по неволі сотні тысяч жителів. Євгения Коваленко, Станислав Кухарчук, Мар'яна Бурякова і Владимир Дедов. Подробності недели – Телеканал «Интер».